У меня друга была в ситуации, он гипотет потерял. Я тоже не знаю, о чем говорить. Рассказывайте, рассказывайте. Нет, я поехала сюда за любовью. Я, ну, пока не выучила турецкий язык. А здесь мы как-то посчитали, прикинули, и даже волос у меня осталось мало, но они приподнялись. И Инга мне говорит, что так много тут разек. Ну, конфликты бывают разные. У меня были соседи-наркоманы. Естественно, я очень боялась... А кто они, были турки? Они были турки. Да ты что, Саша, там же живут турки, они же мусульмане. Я приехала в мусульманскую страну с теми же традициями. Значит, вот с точки зрения доступности медицины. Ну, это совершенно бесплатно. Мошенников хватает везде. По большому счету, все минусы, они сидят у нас вот здесь. Так, всем привет, дорогие зрители. Мы приехали в гости к нашим друзьям. Да, и зовут его Андрей, наша Ирина. Мы давно знакомы с Ириной, а Андрей у нас... Новичок. Ну, приехал, помогли с переездом в Аланию. Сейчас занимаемся ремонтом его квартиры. И он пока не знает о Турции. И мы с Ириной хотим рассказать про минусы жизни в Алании и про плюсы. Минусов очень мало, скажу заранее, но плюсов очень много. Но мы будем рассказывать про минусы. И Андрей нам будет, наверное, добавлять много вопросов. Я готов начать. Начинаем. Во-первых, с точки зрения минусов, значит, это все, что касается переезда на новое место. Например, курс денег. Здесь вот мы приехали, обычно там, когда живем в России, ну, более-менее устоявшийся бюджет. Деньги небольшие, соответственно, мы тратим на, естественно, такие вот потребности. А здесь мы как-то посчитали, прикинули. И даже вот волос у меня осталось мало, но они приподнялись. Инга мне говорит, да что же мы так много тут тратим? Это, я считаю, достаточно большой минус. То есть, когда сюда приезжаешь на новое место, ты теряешь, как говорится, вот эту вот чуйку с деньгами. Это аналогично, как в казино я читал. Там нет ни часов, ни окон. И люди, соответственно, вместо денег работают фишками, которые, в общем, слабо ассоциируются с деньгами. Такая же аналогия, как карты кредитные. Наличные ты, когда берешь, ты щупаешь. А, вот у тебя осталось 10 бумажек, одно отдал, там остальные на жизнь. А когда такое, да, как о карточке, ну, что тут такое, ты денег не видишь, не чувствуешь. Это с моей точки зрения. Потом, конечно, языковый барьер. Но, я думаю, это очевидная вещь. Значит, самый простой выход из этого, тоже достаточно большого минуса, это, конечно, найти хороших друзей. Вот я могу смело сказать, что Агасий в качестве этой роли, это идеальный человек. Во-первых, по своим человеческим качествам, по отзывчиням, по дружелюбности. Минусы, Майя, скажите. Хорошо, минусы. Не помню. Вот, и тогда, может быть, я обращусь к тому, я думаю, я могу назвать, конечно, еще, но хочу дать слово, так сказать, Ирине. Она сказала, что у нее, с точки зрения, значит, уже почти старожила, которая тут живет почти 6 лет, есть один, но большой. Семь даже, вы, подожди, извиняюсь. А какой, что за минус, с точки зрения? А, что минус, я считаю, что я большая невежа. Минус это лично мой. Я, ну, пока не выучила турецкий язык. Мне хватает английского, это раз. А потом, Великая Русская Нация, она даже заставила турков говорить на русском языке. Да, 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 они в основном уже говорят на русском языке. Минусы, минусы, вы знаете, ну, это надо будет придумать, какие минусы. Меня абсолютно все устраивает, я совершенно уживчивый человек, я не из мелочей. Единственное, что я из Казахстана, и первые два года мне снилось лошадь. Ну, это хорошая. Мне снился вкусный баран. Казы, 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 казы. Да. Бешмаран. Ну, конечно, привыкания у меня абсолютно не было. Вот, как может быть у других, только из-за того, что я из мусульманской страны. А вы сам мусульманка? Нет, я не мусульманка. Я приехала в мусульманскую страну с теми же традициями, с теми же, как бы, критериями жизненными. Адаптация, конечно, вообще не было адаптации. Просто не было адаптации. И, ну, сложности только, когда очень серьезный случай, то на этот случай у нас есть Агаси. Или кто-нибудь из друзей, который очень хорошо говорит на турецком. Но, опять-таки, спасает английский, но, опять-таки, спасает русский. То есть, в мусульманке уже лучше. Да. То есть, тогда что-то второй язык. Какая вот может быть такая серьезная проблема, которая только Агаси? Это чисто материально, там, организационные какие-то материалы. Нет, это, нет, вы знаете как, я думаю, что это все-таки какие-то банковские переводы. Это все-таки банк, где нужно четко... Но это, опять же, языковая проблема. Да, языковая проблема. Чтобы объяснить опять в нюансах. А, опять-таки, это нужно, конечно, хорошо разговаривающий, понимающий. Технические слова должны. Да, обязательно... Определенная терминология должна быть. Да, определенная. В медицинских учреждениях везде есть переводчики. А, кстати, вот по поводу минусов. Ну. Значит, вот с точки зрения доступности медицины, для меня это может быть не минус, но пока терроинкогнито. Вот есть ли какие-то сложности? Нет. Вообще нет. Во-первых, при наличии вида на жительство ты имеешь право пойти к семейному врачу. Это совершенно бесплатно. И получить первичные приемы помощи. И плюс выписывает, как бы, рецепты. И можешь сдать анализы. Два раза в год, кажется. Да, два раза в год. Порядка шестидесяти анализов. Анализов. Шестидесяти. Да, шестидесяти. Это и гормоны, это и печеночные, это и АУТ, АСТ, это холестерин. Ну, понятно, это широкий спектр. Абсолютно широкий спектр. То, что касается государственной больницы, я думаю, что... Имени Аладдина Гейкубата, который находится в районе Оба. Это можешь ты пойти и за совершенно... Ну, разумно. Десять долларов. Десять, одиннадцать долларов прием врача. Да, конечно. И если посмотреть прайс на... Услуги. На услуги, это намного дешевле, чем в России и чем у нас в Казахстане. А в частных больницах она цена по-другому. В частной больнице при наличии вида на жительство ты все равно можешь получить за 25 евро любую консультацию у врача. Опять-таки, в частной, это в основном кандидаты наук, докторы наук. Ну, доктора или кандидаты. Специалисты высокоого уровня. И более быстро ты можешь получить все, как бы, все, что связано с диагностикой. Вот вы упоминали, значит, ВНЖ. Но ведь не все имеют, например, многие приезжают, как бы, на разведку, там, на месяц, на два, на три. Я просто знаю, там, по слухам, например, там, девочка приехала, сломала наук. Кто-то упал в запястье, сломал. То есть у нее не ВНЖ. И даже страховка была какая-то убогая. Вот это тоже такая, скажем, скользкая тематика. При помощи паспорта в государственной больнице ты можешь получить... Неотложную помощь. Неотложную помощь, и она не будет сильно высокой. И звоните 113, и говорите, что... Но, опять-таки, при наличии страховки... Не покрывает страховку тоже нет. Нет. Иногда покрывает, иногда не покрывает. Экстренное покрывает. Да, экстренное покрывает. Хорошо. Ну, вот я, положим, упал, разбил колено, травой, потом плечом. Звонить я могу, чтобы... Там, наверное, по-турецкой, то есть... Есть русскоговорящие тоже писали. Есть тоже русскоговорящие. И на английском тоже. То есть даже по общему телефону 112 ответят по-ручке? Да, да, да. Там нас направят. Просто вы там должны сказать, что пускай из центральной больницы, Алатина Гекубата, за мной приезжает... Ну, это, естественно, он знает, сказать, какая больница. А там, если рядом происшествие какое-то, если проходят туры, они по-любому помогут. Они сразу позвонят, и медицину вызовут, и... Во всяком случае, все абсолютно обслуживается, помогается, переводится, лечится, оперируется. И я хочу сказать, что... Ну, квалифицировано. Дело в том, что это, наверное, действительно плюс, но по большому счету все минусы, они сидят у нас вот здесь. То есть, во-первых, незнание чего, какие-то опасения. Я никогда не забываю, когда мы там 10 назад собирались поехать в Турцию, он мне рассказал какие-то вещи, которые меня просто изумили. То есть человек с высшим образованием, далеко не мальчик, уже, как говорится, поведал, и все знает. И ему приятное, которое вызывает у него чувство уважения, говорит, да ты что, Саша, там же живут турки, они же мусульмане. И он мне, значит, транслирует эти опасения. Ну, понятно, в Турции живут турки, в России россияне, в России христиане, там мусульмане, и что из этого? Так у них же, говорит, совершенно другое мышление. Они же, говорит, традицию, и она смотрит другими глазами. Это же опасно. Нет, вы знаете, все равно мы живем в туристической зоне, и потом все равно Турцию можно, как бы, к таким толерантным странам. Это если вы уже имеете опыт общения и жизни, и с туристскими гражданами. А так вот, например, из минусов, страхи, то, что ты не знаешь, всегда вызывает опасения. Ну, это же все надуманные страхи. Есть такие города, районы, которые немножко... Не туристические. Не туристические. Мы не ходим, мы там не живаем. Почему? Потому что безумная красивая страна. Можно же поехать. Можно, если... Да это же совершенно безопасно. Это мало того, что это безопасно. Ты можешь ходить здесь ночью, ты можешь гулять одна, два часа. И никто абсолютно не вызовет у тебя страх. Хорошо. А вот такой страх непонятный. Например, ты приехал на своей машине, я взял машину в аренду. И что-то сломалось. И положим телефон, и сработает. Или у тебя с собой нет. Вот как, например, такую ситуацию разрулить? Нет. Включать аварийку, останавливать. Кто-то поможет, остановится. То есть буквально можно остановить любого правительства. Можно остановиться. На пальцах объяснить. Можно остановиться. Вот так, проблема мужчинная. И, соответственно, получишь помощь. Да. Получите помощь. А с точки зрения манер поведения, ведь считается, тут Турция достаточно... Ну, может, конечно, не радикально, такая исламистская страна, но все-таки традиции достаточно такие чтутся. Вот с точки зрения поведения у многих тоже вызывает опасения. Есть ли какие-то там подводные камни, что делать, что нельзя делать? Ну, как. Есть, конечно. Азан читает. Это что такое? Ну, это молитва. Молитва. Пожалуйста, отключите музыку. А где идете? Просто на улице или на улице? Нет. Ну, это если у тебя дома музыка. Понимаете? В машине музыка. На улице музыка. Отключите, пожалуйста, музыку. Послушайте Азан. Ну, я вам хочу сказать, что... Ну, я, конечно, отристианка. Ну, мне... Почему, конечно? Конечно. Очень приятно. Да. Нет, я за то, что... Азан... Это, понимаете, пять раз тебе Всевышний напоминает. Ну, помолись. Ну, помолись. Да. И... Но он меня успокаивает. Я просто к тому, что я... Само это настроение, пятиразовое чтение, заставляет себя тоже думать об этом. О Всевышнем. Вот еще может быть одно из сомнений, которое в большинстве народа присутствует в голове. Значит, ментальность, поведение, реакция на те или иные ситуации, которые положены в европейской части, ну, там, скажем, Европе или в России, они, так сказать, одни и однозначно уже более непонятно. А когда ты проезжаешь в чужую страну, тем более большинство, мусульмане, вызывают какое-то, ну, не то что паническое, но какое-то чувство осторожности, недоверия. И вот, скажем, чисто бытовые какие-то ситуации, они возникают какие-то сложности в общении в жизни или нет? Вот ты с чем-то сталкивалась? Я абсолютно ни с чем не сталкивалась, только из-за того, что... Во-первых, я живу в турецком доме. Да. Я живу в турецком доме. А вы сознательно выбрали? Я... Нет, я сознательно выбрала турецкий дом. Потому что это отдельная кухня. Это большая площадь. У меня была квартира на пляже Клеопатра, но она была очень маленькая. Очень маленькая. И я была не... Совершенно себя чувствовала дискомфортно. Дискомфортно. Меня устраивает большая площадь, отдельная кухня, огромные балконы. И там был шумоват, кажется. Да, да, да. И отели. Я почему там не снимаю в основном ролике? И цена высокая. И старостройки 30-35 лет стоят на острове дешевле в два раза, чем там. Но я хотел продвернуться опять турецким и не совсем турецким домам. Мы когда выбирали, тоже положим один из... Ну, не то, что минус. Если ты этого не знаешь, то ты можешь действительно свое незнание превратить в минусы. Такие прецеденты, я думаю, есть. Турецкие дома отличаются, во-первых, с точки зрения, не в обиду будет сказано, то, что они ведут немножко более шумный образ жизни. Многие жалуются. Детей много. Вот мы когда спускаемся по нашим этажам на пятом, шестом, там детских ботинок, ну, и на десяток, с лишним. Хорошо, что мы высоко. Дехи цветы жизни. Дехи цветы жизни, да. Но иногда от них исходит резкий запах. Это вот потом еще есть, мы видели тоже, например, в Тосморе, потрясающую квартиру, дуплекс, рядом, демчай, до моря, вообще до моря пешком. Но дом чисто турецкий. Мы зашли в подъезд, ногами, мечами, все исписано, истоком, и сбито в лифте, там, с наскальной живописи. Вышли на балкон, посмотрели, висят, сохнут одеяло, полотенце. Одеяло это, кавычки. Так, кавычки висят. Причем наш, когда Вентин привез туда, мы говорим, вот, хорошо, ну, вот эта окружающая атмосфера. Он говорит, хозяин дома, там, есть, единый хозяин, говорит, отремонтирует специально для вас квартиры, подъезд, почистит лифт, ставит там вымотку. Если бы продать. Лишь бы продать, да. Но опять же, мы как-то трезво ценили, в общем-то, отказались. То есть, понимаете, минусы, они зачастую скрыты. И не совсем может быть даже минусы. А из-за того, что ты не совсем правильно ценишь ситуацию, ты можешь действительно попасть в какую-то неприятность. Вот я сегодня встретил интересную пару, смотрел на такие шары, смотрят, там, как продажа-то называется завод? Форсел. Сателлик, да. Я подошел, говорю, ищите, они так осторожны. А что? Я говорю, я не риелтор, я вам не хочу ничего продавать, я просто хочу рассказать немножко. Ну, слава богу, время было, погода хорошая. И я им, так сказать, немножко приоткрыл глаза, для них было откровенно, что есть чисто турецкие дома, есть не чисто турецкие дома, есть инфраструктура, нет инфраструктуры. И положим у многих, я хочу сказать даже по себе, что люди, большинство, вообще не понимают, что хотят. И даже то, что потенциально является плюсом, они зачастую воспринимают как минус. Например, все считают, что первая линия – это огромный плюс. Например, с нашей точки зрения – это минус. Во-первых, мы планируем жить здесь круглый год, почти круглый год, кроме лет. А влажность? Влажность, сильные ветра. У нас тут был там более такая, чуть ли стулья не улетели с баллона. Шум от дороги, никуда не денешься. Потом для многих минусы тоже, говорит, является плюсом. Тоже встретили одну пару, они купили квартиру в 3,5 километрах от моря. Ох, ох, я вообще поразился. Я тоже поразился. Я говорю, ааа. А нам, говорит, море – хорошо, но для нас оно не является гигантским плюсом. Оно просто как сопутствующий фактор. Вот я хотел, Ирина, еще спросить. А вот каким образом вы, так сказать, сюда приехали и почему, ну, очевидно, наверное, да, не Аня Махмутлана, а вообще Валаня, наверняка, вот те количество плюсов, которые вы здесь увидели, и по сравнению с теми какими-то минусами, ну там языковые, там еще какие-то нюансы. Вас, так сказать, побудили здесь остановиться? Почему? А, нет, у меня же совсем другая история. Рассказывайте, рассказывайте. Нет, я поехала сюда за любовью. О, я влюбилась в седьмой раз. О, это прекрасно. Сакральное число. Я бросила Алма-Ату, в которой я прожила пятьдесят шесть лет. Семь раз? Да. Ага, что у вас все впереди не пришло. Я уехала за своей любовью. Он тоже алматинец, и он по состоянию своего здоровья купил квартиру в Ахутлане, чтобы продлить себе жизнь. Ну, ладно. Ну, и все. И поэтому мне без разницы было. А вы встретились-то с ним? Мы в Алма-Ате встретились. А потом сюда? Да. И он купил здесь квартиру и пригласил меня здесь пожить. И я осталась. Вы влюбились? Нет. Я влюбилась до того, как я узнала о Турции. Я влюбилась до того, как... Вы влюбились в Турции? Нет, а в Турции, вы знаете как... Если про Алма-Ату я могу сказать, что она хватает за желудок, потом за сердце, то здесь, когда я приехала первый раз, мне показалось, что это наш родимый Копчегаев. Потому что было очень мало построек, очень было мало людей, и зимовало просто единицы. В домах светилось буквально вот две-три квартиры. И совершенно безлюдный был Кистель. Это был город... Вообще призрак. Город призрак. Никто никогда не ожидал, что он оживет и как-то будет цениться. Это было дорого, недоступно. И сейчас же элитный район. И почему-то говорят, что это элитный район. Поэтому у меня совсем другая история. Я сначала влюбилась в своего избранника, потом я полюбилась в окрестностях. Приятли мы. Приятли мы. Потом вот еще по поводу минусов, что мы говорили. Упоминали про районы. Вот с моей точки зрения тоже есть ряд минусов у каждого района. Так, как есть и плюсы. Вот мы ездили, смотрели Кргаджер. Он считается элитный район. Вот мы приехали, нас привезли. Во-первых, там практически нет пешеходных дорожек. Во-вторых, там такие крутые, безумные горы, то, что без машины там вообще делать нечего. И в-третьих, нет инфраструктуры, нет людей. Мы когда поднимались там достаточно высоко, там мы смотрели отдельные дома, там, конечно, замечательно для творческих людей, которые, как говорится, интроверты, художники, поэты, композиторы. То есть там вот, кроме цикан, никого не приходили. И хвойного леса. И дик тоже хорошен. Гребя, да. Но на море ты пешком, если дойдешь, что только вниз. А вверх, я думаю, уже только по полу пистолета. В этом плане. Когда-то будет плюс, там что-то сделать. Развивайте инфраструктуру, равен как это. Там еще, наверное, бляж тоже хорошая там. Так как, 500 метров где-то там, пляж там шикарный, там песчаная бляжа. Песчаная бляжа. Песчаная бляжа. И вон, сила, все там есть. В этом плане там хорошо. Минусы еще того же Кестеля. Там практически нет в магазинах. Потом минус какой еще? Значит, в зимний период мы тоже говорили, он, вы меня брали. В полном смысле этого всего. Налинка приезжает, а дарит не берем. Потом, значит, смотрели мы Тосман. Тосман нам понравился. Пляж шикарный. Пляж шикарный. Самый лучший пляж, по-моему. Агася там живет, это понятно. Вся кулик хвалит свой баллон. Нет, там пляж или календарь. Нет, нет, не хвалит. Пляж, именно плавный вход. 500 метров, на третье, идем в сторону гранд-карта, на теле, до него клик нет. Инфраструктура там практически вся есть. Но вот я не знаю, может быть, у нас просто уже какие-то тараканы из-за того, что мы живем в мегаполисе. Там все-таки дома достаточно близко напоминают город. То есть, мы, грубо говоря, из Москвы, где там у нас стена в стену слов, Тосман тоже достаточно плотная застройка. Потом, опять же, указываем на свое мироощущение. Вот там, мне, во всяком случае, как-то там хорошо, пляж, речка, Дим, там, ну что-то вот тут. А здесь вот я хочу сказать, минус у меня, например, поменялся на плюс. Когда мы сюда первый раз приехали, в Турцию, в Моголе, а в Алань никогда не были. С дочкой в том году приехали. Приехали в Махмуттар. Я посмотрел массу роликов предварительно. Вот Агаси-Прата, да, еще не видел, других лицами. И Махмуттар у меня, кроме негатива, не звал ничего. Я смотрю, значит, ну, во-первых, в камере, когда... Да, высокий, да, плотный, да, муравейник и незельный, вообще ничего, ну, какой-то убогий совершенно муравейник. А когда мы с дочкой походили, проехали, и полностью поменялся на сто процентов, да. Во-первых, в магазине. Потом вот эта вот плотная относительно застройка, она, в отличие от Москвы, она не режет глаз. В самом случае, нам. То есть, мы здесь достаточно комфортно. Потом, здесь вот получилось этот минус, превратился плюс. Это как бы такая разбавленная Москва. То есть, она не угнетающая действия. В Москве какое-то скопление людей, там даже вот эта вот нова сфера, так называемая, она каким-то ожидающим эффектно обладает. У тебя непозитивное ощущение как-то здесь. Здесь какая-то вот расслабленная. Скорости нет. Да. Машин мало, суеты нет. Нету скорости, нету суеты. Пробок нету. Пробок нету. Три главные дороги. Если где-то пробка завернула. Прелест Махмудтар, Махмудтар. Это то, что ты имеешь только три дороги. Это Коройел, это Барбаросса, это Юрка и все. Но есть огромный минус пляжа. Каменный. А вы не ходите на тот пляж, где каменный. Я всегда хочу сказать, ну не ходите. Пожалуйста, 200, 150 метров пляж лучше. Вправо или влево. Нет, ну ты как говоришь, там нет 200 метров. Это надо туда за... Нет, нет, нет. Просто вы изучаете. Изучайте берег. Где отели. Преимущественно. Нет, где отели, да, там лучше пляж. Преимущественно все равно где-то пирс. Где-то хороший заход. Все нетравнированные заходы. Например, пляжики, где башня часов, именно где вот так сидят. Скорее, вот там Сэн Бич, кажется, называется. Или Блудбич. Ну там у некоторых отелей. Свои пляжи оболонные. Там рестораны, 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 рестораны. Ничем не заменить. У меня от моего дивана до моря 300 метров. Есть. Все хотят жить возле моря, но живу я. А я еще живу в горячке и около моря. Нет. У меня два плюса. Нет, купаемся мы порой и в январе, если море тихое. Опять-таки, если солнце. Потому что январь может быть и 22 градуса, и 24, и 18. Ну, бывает... Порой минус 3. Да, бывает минус 3. И 3 дня может быть. Но это может только 3 дня. Это ночью. Три года один раз бывает такое. Здесь на горы, которые на глазах не видно, туда снег выпадает. А, это признак того, что резко похолодание? Да, на холодание. Ну, минус 2 может быть, минус 1. Ну, минус 3 года. Крещенские морозы, мы практически всегда купаемся. Вот. Потом еще резко. Стандарт 10-15 градусов. Еще огромный минус я вспомнил. Дикая инфляция, все резко подорожало. Даже с приездом, например, весной, когда мы были, цель на продукт, ощути, мы будем разновлять. Ну, это вообще всемирная практика. Да, безусловно. Но, к сожалению, это там, а у нас в кармане... Смастерами вообще прикол. Заказываешь какой-то товар, приходит мастер, оценивает. Все, день проходит, говорит, цена поменялась. Я говорю, сейчас заказ мы отмерили все. Допустим, окна надо поменять, или что-то там, двери надо поменять. Вот сегодня моментально краску надо покрасить, красить, цена взлететь. Это в линах? В линах. А в этих самых вечно зеленых бумажках осталось? Вечно зеленые. Ну, если у тебя зарплата в линах... Ну, это если зарплата, а если зарплата нет, да? Это что же индивидуально? Это везде так. Заколишь магазин, другая цена. Ну да. Это у всех. Еще хотел тоже минус один отметить. В общем-то, не в обиду будет сказано, у каждой нации свой здесь предстоит свои минусы. Определенная необязательность. Вот с чем мы столкнулись, например, когда делали какие-то ремонтные работы или кто-то что-то... Мастера как-то в туристическом районе, где они работают, они как-то в кайфе работают. Спокойно. Они не держатся за клиентов, потому что работают всегда есть. Всегда есть. Говоришь, что и часа приходи, придут через неделю, по неделю в три часа. Скажешь, что я тебе не говорю, когда придут три. Вот это, конечно, раздражает. Ну, есть тоже хорошие мастера, которые, да, вовле пунктуально вовле приходят. Ну, нормальные люди везде, да. Но вот частенько это точно насталкивается. Так как сейчас уже застройщик начали больше строить, и эти мастера все там работают, они не успевают. Это тоже есть фактор такой. И второй фактор, что не коротко с этим. Ты живешь в Аланье, в полном релаксе, отдыхай. Вот это вопрос интересный, но я для себя никакого мне составить не могу. Ага, если точно не скучно, это даже у меня море не всегда. Как может быть скучно? Море рядом. Ты меня уже пошел с кула. Ну, даже в зимнее время проводения. Мое зимнее время. Во-первых, круглогодично. У меня утро начинается с того, что это велосипед. А сколько? По набережной. Да, да. Нет, нет, это по набережной до часов. Это, ну, порядка, может быть, полтора километра, два. Ну, это вообще ерунда. Да, это ерунда. Но у меня там парк. И в парке у меня теннис. И у меня целая команда теннисная. Мы играем вдвоем, мы играем четвером. Мы играем как бы на приз. Мы играем каждый день. Слушай, вылезно. Время ветреной погоды. Где это, да? Это Емель. Да, да, да. Это Емель. Да, да. У нас целая команда настольного тенниса. Это вообще патагонная. Почему бы это страшно? Плюс жим. Потом у нас же, получается, команда. А, там подставка? Нет, там же тренажер. А, тренажерный зал, да. А тут битвец или у вас что-то не увидел? Нет, у меня полный комплект здоровья и красоты. Все, 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 все. А потом мы же договариваемся. Мы же договариваемся за грибами. Сейчас вот... Сейчас грибы есть? Конечно. Это грибы. А какие грибы? А грибы, получается, и белые, и белые, рыжики, не маслят, а масляники, попадаются лисички и грузди. Но, опять-таки, выезжаем после дождя, собираем грибы. По горам? Это по горам. Потом, все, что касается туров каких-то туристических, ну, мы ездим только зимой. Местные жители. Потому что это дешевле. Во-вторых, это интересные очень туры. Я в феврале месяце была в Месопотамии. Это Мерсин, Газиантеп, Урфа, Хатай, Мардин. Великолепная, просто великолепный тур. Но вы сами или с другого? Нет, это я была как бы с агентством. Вот сейчас, вот, 25-го, опять будет этот тур, но они еще добавили Немрут. И я вам хочу сказать, что цена-то совершенно не сильно кусучая. Это 160 евро 5 дней. 5 дней. Это 5 дней. Потом были поездки на Озерован. Это самолет. Потом была поездка к Раденис. Это Трабзор, это Самсур, это близость к грузинской границе. Но это мы сейчас в Плюсы уехали. Большие, в Плюсы. Если не уезжать из другого страны, в Турции все есть. Интересно, что это очень много развода. Опять-таки, 4 цивилизации. 4 цивилизации. До конца октября, получается, это оперы, это балеты, это какие-то оркестры. Это в Аспендусе. Это в Аспендусе. Античный. Античный. Аспендус. Да, амфитеатр. Амфитеатр. Поэтому... Это в сторону Антарии. Да. Получается, до конца октября мы на концерт. Зимой культурная программа и дешевле, и насыщеннее, и интереснее. Вот я хотел сказать один из минусов. А летом вы остаетесь здесь? Да, остаемся. На мой взгляд, очень большой минус. Жара. Да, жара. Вот это, конечно. Ну, вы москвич, я из Алматы. Я привыкла к жаре. У вас сухая жара. Я привыкла к жаре. То есть мы когда приехали в конце августа, на неделю, мы там буквально подыхали. Это просто мрак какой-то на улице. И в август что-то такое. Это просто ужас тихий. То есть это вот огромный минус. То есть в принципе, я сравниваю, конечно, с Канарами, если кто из вас бывал. Вот идеальное место для жизни. Ну, во-первых, это Шенген, к сожалению. Потом там спойма, жизнь большая. Там разница между январь, лето, если не брать, конечно, солнце. Где-то градуса 4, 5, 6. И вода там 2-3 градуса. Вода прохладная. То есть там острова вечной весны. Здесь вот вечная весна. Это начиная где-то, наверное, с конца сентября, середины октября, наверное. И, наверное, до конца апреля, когда еще не жарко. В мае уже, наверное, жара будет. Нет, в мае тоже. В мае роскошный месяц. В мае роскошный месяц. В мае, в октябре, это роскошный месяц. Потом еще минус чудовищный, могу сказать, который меня дико совершенно напрягает. Я думаю, может быть, тоже кого-то вызовет интерес. Ты можешь приехать сюда на машине, регистрация которой совпадает с твоим гражданством. В Энджаре, да, именно так? Нет. Вот я, опять же, я купил машину на армянских номерах, то есть я владелец. Но в Турцию я въехать на этой машине не могу. Хотя я собственник. А они потребовали в Энджаре? Да, в Энджаре, нет. Да, да. Вот это, конечно, глупость. Потом еще, с точки зрения, вот тоже у меня непонятная логика, какая, значит, если ты пенсионер, то тебе позволяют на машине находиться два года. Да. Потом ты должен выехать на полгода, вот непонятная логика, ни на три месяца, ни на месяц, ни на год. А вот именно почему полгода должен отсутствовать в Турции, и только после этого ты можешь вернуться. Ну, вообще здесь очень быстро все меняется. Закон меняется. Закон меняется очень быстро. А в лучшую сторону? В лучшую. В лучшую. А вы можете привести пример? Конечно, вы можете привести пример. Помните, что... Вид на жительство... В 2000-х раз на дно. Да, вид на жительство, ты приезжаешь, и у тебя на счету должно быть 6 тысяч долларов. И тогда ты имеешь право оформлять вид на жительство. Опять-таки, жители Казахстана могли жить только месяц. Без визы. Сейчас ты можешь жить три месяца, и ты безболезненно, совершенно без всякой коррупции, без каких-либо связей ты оформляешь вид на жительство. Это совершенно комфортно. Еще вот минус такой тоже хочу затронуть. Не знаю, является ли он минусом, а является ли он таковой на самом деле. Я слышал, но опять же чужие слова, мы к счастью не обращались, что если ты приходишь, положим, ну, с точки зрения экономики, подешевле, побюджетнее, получить какое-то медицинское обслуживание, государственную клинику, то ты, в общем-то, если, конечно, у тебя там не перелом, ни какой-то дикий приступ боли, тебя, в общем-то, чтобы принять, надо записаться, и ожидание может деться там, может быть, неделю, две и три. Я имею государственную страховку. Это страховка порядка 850 пель. Ежемесячно, да? Ежемесячно. И у меня... Вообще все включено. Полностью включено. Это амбулаторно, это стационарно. Это получается, что я... А, это станут зубы. Нет, я имею право пойти в зубную клинику государственную. Вот, и у меня будут скидки при имплантировании или при протезировании. И причем скидка существенная. Интересная информация. Да. Потом ты, при наличии этой страховки, у тебя будет все обследование бесплатно. Так, то есть диагностика. Диагностика бесплатна, и лекарства будут стоить... Дешевле, почти. Дешевле, да. Где-то порядка 20-30% ты будешь платить. И операции. Ты не бесплатно, там может быть какой-то процент, может 5, может 10%. От операции ты будешь платить. Я знаю, что она когда-то здесь, моя дочь урожала, в больнице государственной, у меня была именно пара в очевиде, страховка, все... Ну, это очень выгодно. Ты за вас платил, да, вот это страховка? Ну, да, это очень выгодно. Это очень выгодно. А вот то, что она... При наличии хронических заболеваний, это очень выгодно. Она дополнительно оплачивает, я так понял, в СГК вы оплачиваете, да? 850 лет? Интересно. Еще вот такое, ну, даже, наверное, не минус, а сомнение. А каково качество, скажем, медицинского обслуживания? Нет. Нет, у меня нет сомнений, что меня как-то не обслужит качественно. Во-первых, диагностика... Нет, откуда у вас поверенность, если вы не врач, в госпомнице, все, как надо. Нет, у меня есть образование, я могу судить. А вы в медицине связаны? Да. Я хочу сказать, что диагностика более точная, более быстрая. Еще один большой, не то что минус, наверное, к сомнениям очень серьезным, причем очень широко распространенным. Тоже вот я пытаюсь как-то попытаться сагитировать своих друзей и знакомых, хотя бы приехать, смотреть там на месяц, надо почувствовать территорием жизни. Говорит, ну, да, мы положим, мы имеем там возможность купить, переехать, все интересно. Вот ты представляешь, это говорит, когда была ситуация с разбитым самолетом в 2014 году, по-моему. Да, это еще с 15-16 лет. Или 15-16 лет, да, ну, и суть. Потом там бывают какие-то всякие накладки, то Эрдоган, Крим, значит, помогает, то какая-то пауза, то там какие-то нефтяные еще. И говорит, ты представляешь, вот если мы сюда приедем и купим, а Эрдоган обозрится на Путина, и все, и нам скажут, ага, вы здесь персонного гранта, все вас конфискует, всем, кому должен, прощай. Нет, какого не было, не было какого. Ну, что вот можно возразить? Ну, во-первых, была агитация только русская. Вы предатели. А в Валане были? Да, я в Валане была. Вы предатели, почему вы еще в Турции? Вы что, надо издать закон, который будет наказывать вас? Потому что, да-да-да-да-да, это ходили такие вот слухи. А в Анталии тоже было. Потом поддались паники, поддались паники именно россияне, начали продавать жилье. Но это было буквально месяца два. И я вам хочу сказать, что тогда... Война начнется. Да. Опять-таки это в русскоговорящей среде. Но что было в Валании, значит, Чавашаглу, это министр внутренних дел, он лично приехал в Валанию. Он стал устраивать, как бы, такие вечера. Ну, типа брифингов. Да, типа брифингов. Турки накрывали большие столы в Лимане, на Дымчае, в каких-то публичных таких местах. Это было чай, печенье, там... Ну, то есть, дружеский стол, да. Да. И вы знаете, уверяли, что все нормализуется. Никуда не уезжайте. Никакой паники. Никакой паники. Все были абсолютно доброжелательны. И турецкий народ сложно сплотился в этот период. Единственное... Никакой агрессии. Минус у тех, кто продал ушел. Наоборот, только доброжелательная была такая обстановка. Меня не возникало. Единственное, что я пережила где-то лет пять, опять-таки, была курдская такая заварушка. В Валании была такая. В Валании и в Макмукларе поджигали, как бы, рестораны, офисы культ. Это была мафия какая-то. Это была мафия, это было все запланировано. Но, опять-таки, это все было, как бы, однодневное, двухдневное. Ну, как бы, опять турки показали, кто хозяин. Если у вас какой-то конфликт, вызывайте жандарма. Жандармы абсолютно решают все. Доброжелательные, потом без какого-то дознания. А в чем был конфликт или ситуация? Ну, конфликты бывают разные. У меня были соседи-наркоманы. Естественно, я очень боялась. А кто они были? Турки? Они были турки. Они были турки, и я боялась идти. Как бы, в полицию. Я боялась, потому что я думаю... А в чем доявлялась у вас вот это напряжение? Они шумели, как-то вас агрессивно относились? Что? Ну, во-первых, это движение 24 часа в сутки. А, то есть, все время какие-то... Да, они были торговцами, они были торговцами. Ой, кошмарно. Поэтому... И в конце как решили? Переяли? Нет. Я все решила чужими руками. Ну, и, короче, замели. Да. Да, мне посоветовалось, что лучше сделать чужими руками. Не надо было там, в Агасе, если вы знали, написать эту самую... Нет, полиция... Я в такие делами лежу. Полиция работает. Без прописи. Полиция работает. И, во всяком случае, все в рамках закона. Нету коррупции. Такой, как есть в наших странах, нет. Вот такое сомнение возникло. Позволь, конфликтная ситуация. Я не знаю ГАСе, не знаю вас, не знаю ни черта языка. Положен, посовел с соседом. Или какая-то протечка. Вот могу ли обратиться там, скажем, к тому же полицейскому жандарму с чисто такой бытовой вопрос или нет? Это нужно. Поехать в участок и написать заявление. Но это ты знаешь, я, например, даже не знаю, где здесь... Дело все в том, что вам предоставят переводчика, если какое-то сложное дело. То есть это безусловная услуга? То есть если я прихожу, положим, по каким-то административным и тем паче там уголовным каким-то вопросам, то обязательно... Нет, вам обязательно переводчика дадут. Да, тут понятно. Обязательно переводчика. Вам нужно понять. Пару туристов, наверное, будут переводчика. Нет проблем. Хорошо. Ну, во всяком случае, я знаю, что меня защищала. Здесь полиция. Были какие-то ситуации, я помогала своим друзьям. И, конечно, у меня внутренний страх, потому что я знаю по прошлому, по прошлой жизни в своей стране, что лучше туда не обращаться. Нет, мне здесь все помогали и все разрешали. То есть эти сомнения в значительной степени тоже надуманы, да? Ну, вообще интересно, конечно, отношение такое. Потому что, например, в России отношение к полицейскому весьма неоднозначно. Тут гаищники даже не останутся так. А гаищники, наверное, у вас как таковых и нет. Гаи, по-моему, только в России существует. Чисто у дорожных полицейских. Ну, я бы на полиции, скажем, гаи по нашим меркам. У вас может быть некий черту подвести под сегодняшнюю беседу, потому что, как-то я так понимаю, что время уже достаточно много. Ну, наверное, какое резюме можно сделать? Наверняка, прежде чем бросаться в обувь, надо хорошо пощупать водичку. Как мне объясняли. Значит, если, так сказать, у кого-то все-таки есть желание сюда перебраться, то можно либо с агрессивизацией, которая даст консультации с точки зрения, наверное, как раз по недвижимости, по процедурам оформления, по каким-то административным практикам. А так, конечно, надо пощупать. И я вот свое собственное мнение могу сказать, что количество плюсов, которые здесь человек получит при, ну, может быть, не на постоянном жизни, как на хотя бы там 6-8 месяцев на плохой погоду, существенно превалируют те количество минусов, которые, так сказать, потенциально существуют. Поэтому наша беседа, она, наверное, могла бы быть даже не столько с упором на минусы, а какие минусы существуют, и как эти минусы попытаться обыграть и сделать из них плюсы. Большой плюс. Здесь прекрасно, можно провести время, здесь здорово старится. В основном пенсионеры, здесь очень много, как бы... Могу возразить, у нас уже есть несколько знакомых. Нет, нет, я имею в виду, что здесь прекрасное времяпрепровождение. Ты здесь предоставлен самой себе. То, что ты не можешь сделать в большом мегаполисе. У тебя очень много времени для себя. Здесь другая. Просто прекрасно. И о времени мы тут не думаем. Мы о нем поговорим в следующий раз. Следующий раз. Хорошо. Всем пока-пока. Надеюсь, мы вас не утомили своим роликом. Всем желаю. Всего. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. И стать нашими соседями. Приезжайте, Воланин. Поможем, чем сможем. Звоните, пишите по номеру, который дан в описании этого ролика, по недвижимости, по всем другим вопросам. Буду рад всем помочь и объяснить о всем про Турцию. Мы любим Турцию. Да? Сердце. Love. Мы любим хороших людей. Это понятно. Все. Всем пока-пока. Мы выпьем чай. Чай уже холодный. Спасибо.